У нас есть базовые материалы, которые применяются во всех видах дефектов. Я просто пытаюсь как-то сконцентрировать то, что я хотел бы вам сказать, и это носило бы какую-то пользу всё-таки. Это минерализованные спонгиозные порошки и кротикальные. По своим свойствам они отличаются, конечно же, потому что одни изготовлены из губчатой фракции кости, другие из компактной. Там, где дефект будет включённый и самый простой, нам нет смысла использовать кротикальный порошок, потому что он биодеградирует в среднем 5-6 месяцев, как по учебнику. А спонгиозный будет деградировать в среднем 4-5 месяцев. Поэтому если это лунка удалённого зуба, и мы проводим её консервацию, то использовать кротикальный порошок нам просто здесь бессмысленно. Но на самом деле, по большому счёту, что бы мы туда ни положили, оно всё заместится. Главное лунки просто консервировать. Это данные Европерио в Амстердаме, которое было последним. Кротикальный порошок не применяется при включённых дефектах и у детей. При пластике в области имплантатов мы также можем его применять, просто собирая больше губчатой аутокости. Поскольку он изготовлен из компактной кости, через которую сосуды не растут, то пока туда придут нитрофилы, макрофаги, которые первые будут, как и остеокласты. Сначала же макрофаги обладают этой функцией. Они лизируют межклеточное вещество, которое не имеет жизнеспособных клеток. А в дальнейшем туда придут остеокласты, и также будут его биодеградировать, поскольку в любой пустой полости в строме у нас идёт образование новых клеток, а при наличии сосудистого питания из этих клеток будет образовываться костная линия сначала, а при отсутствии сосудистого питания будет образовываться кальцинированный хрящ, который потом повторно может превратиться в кость. Поэтому наша задача везде выращивать сосуды и заниматься направленной, воскулиризацией в этой зоне, а не ставить материал, потому что из материала ничего не растёт. Второе — это индукция остеогенеза. То есть это направленная, директивная, имеющая конкретный механизм регенерации, влияние на регенерацию, на созревание вот этих новых костных клеток. Мы имеем в системе продуктов два уникальных препарата, получаемые в одном технологическом процессе — при мягкой деминерализации. Это происходит трилоном Б за 21 день. Это позволяет сохранить всю пространственную первичную структуру материала, и поэтому организм человека его видит. Это живой материал, хотя он не имеет живых клеток и не способен размножаться. Хиггинс в 1963 году пересадила стенку мочевого пузыря в мышцу и наблюдала образование костной ткани, хотя там не было никаких живых структур. Маршал Юрис, будучи пастором, проводил естественно-научные исследования и открыл такие соединения, как морфогенетические белки в 1963 году. И потом вот этот целый цикл работ нам рассказал о том, что их больше ста классов на самом деле. И это происходит именно с деминерализованными трансплантатами компактной кости. Поэтому деминерализованный порошок компактной кости, который мы также можем предложить нашим врачам, содержит факторы роста. Это морфогенетические белки, в первую очередь, первого, второго и седьмого классов. Он применяется там, где есть риск низкой воскулиризации. Большой объем дефекта, пластика в области синуса или направленной тканевой регенерации, когда у нас много компактной кости, то есть это первый тип кости. Это парадонтит в анамнезе, это какие-то там пограничные полярные статусы, которые также нам отягощают и осложняют течение послеоперационное. Поэтому везде, где есть риск, мы добавляем его как дополнительный компонент. Он не дает объема совершенно никакого, растворяется в общей массе этого биоимплантата. И второй компонент, это минеральный компонент костной ткани. Его состав химический установлен масс-спектрометрический, можно тоже посмотреть это на сайте. Все эти данные есть, я вот часть буклетов с собой взял, просто по одному, я не думал, что... В общем, мы их дошлем в ближайшее время. Он содержит все минеральные соли, которые в норме, в тех же концентрациях, в которых они присутствуют в кости, а также коллагенах, эндроитинусульфат. Он отгоняет остеокласты и препятствует их миграции активности за счет того, что создает избыточную концентрацию минеральных солей. Мы используем его там, где есть риск убыли вот этого материала, замещаемого дефекта, по высоте. Например, это пластики в области имплантатов, когда вестибулярная сторона имплантата достаточно сильно оголена. Это пластики в области синуса, где у пациента есть, например, миллиметр кости, а мы хотим там сантиметр, чтобы как-то адекватно в дальнейшем протезировать его на имплантатах. Поэтому вот эти два уникальных препарата являются дополнительными компонентами и используются, скажем так, по мере необходимости. Поэтому то, что будет использовать врач в той или иной операции, будет продиктовано параметрами самого дефекта и условиями пациента. Вот это и называется фенотипическое планирование. То, о чем Мария Александровна рассказывала вам вчера. То есть, на самом деле, несмотря на то, что я являюсь официальным представителем производства, главным дилером в России материалов Леопласта, их клиническим представителем и консультируя врачей от Калининграда до Дальнего Востока ежедневно, я не рассказываю им про материал. На самом деле, достаточно информации очень много для того, чтобы познакомиться с ним самостоятельно. Вот то, что вы найдете здесь, но как-то я не вижу смысла перечислять. Я прочитаю вкратце и объясню, почему это имеет значение для нас. Почему вот эти 10 преимуществ мы выделили сюда и действительно гордимся тем, что, во-первых, материал отечественного происхождения. Второе, что он действительно живой, но как-то он был незаслуженно брошен. Говорили вчера про социальные сети, сегодня про Инстаграм. Когда я начинал продвигать материал, его никто не знал, и все говорили, что это, что это. А на сегодня мы занимаем первое место в списке самых нежелательных материалов по версии Фейсбук. И ангажированные врачи, которые называют трансплантаты сосисками и так далее, вот это все там обсуждают. Считаю, что нельзя ни в коем случае пользоваться этим материалом. Да, представляете, как интересно. Хорошо, что вы не читаете. Я тоже радуюсь тебе. Я периодически там как-то отвечаю на вот эти вот запросы. Хочется все-таки делиться с коллегами, чтобы они знали больше, чтобы прошло качество их клинической практики, уровень компетенции и так далее. И вам порекомендую одну книгу. Пара канадских авторов – это последний фундаментальный труд, который вообще стоит читать на самом деле. Потому что дальше наступил век клиника экспериментальных исследований. Я доктор Иванов, я делаю синус пальцем вот так. Делайте, как я, и типа все будет. Так вот, чтобы говорить о какой-то тенденции, надо иметь в одном дизайне хотя бы 25 пациентов, которые попадают в статистическую выборку. Это Хэм и Кормак. Называется книжка «Гистология». Очень скучная. Из нее вам нужен только третий том. Остальное я оставлю на откуп из пяти. Ее было много версий. А из третьего тома вам нужны две главы. Четырнадцатая и пятнадцатая. Это хрящевая и костная ткань. Хэм и Кормак. Гистология. Те учебники, по которым мы учились все на самом деле в России, они являются пятым или шестым переводом с разных языков на русский. И включают очень обрезанный объем данных. В них не написано почему. Почему и как. А там это написано. И посещая тоже многократные курсы и читая литературно-научную, на сегодня мне все-таки четко удается определить, что такое истинная наука, антинаука, квазинаука и псевдонаука. Потому что когда я это учил на культурологии, у меня не было так понятной разницы в этих ипостасях. Так вот, материал леопласт сохраняет всю свою нативную структуру в процессе производства. В первую очередь пространственную. Поэтому сосуды, которые окружают его в дальнейшем по мере замещения дефекта, они его видят и активно прорастают. Поэтому материал является, по сути, кондуктором с одной стороны. Потому что он располагает или не мешает развиваться нормофизиологическим механизмам. Второе, он имеет очень высокое сродство к организму человека. Очевидно, что аллогенные материалы максимально имеют сродство к организму человека, в отличие от всего того, что есть на рынке. Есть деловая и медицинская этика. Я не буду говорить о конкурентах ничего, ни плохо, ни хорошо. Потому что это не так важно. Я буду говорить то, что есть про нас. Потому что тут очень много информации и полезной, и приятной. И вот я и ответил на вопрос, почему не вызывает максимальное соответствие биохимических и физиологических свойств без нарушения гомеостаза. Использование материала леопласт, поскольку он обрабатывается очень мягко физическими факторами. Без доступа воздуха в разрежении, в вакуумной установке материал сначала обрабатывают ультразвуком при частоте 38-42 Гц. При такой концентрации это является разрушающим фактором. И все остатки и следы жира, белка и нуклеиновых кислот вымываются из материала. По сути, кости или мембраны из твердомозговой оболочки представляют собой пучки коллагеновых волокон, параллельно расположенных относительно друг друга. И между этими пучками остается вода, свободная либо связанная в виде кристаллогидратов, гидроксиапатита, которые прикрепляются на коллагеновых волокон. Второй этап производства – это леофилизация. Мы нашли источники 1939 года, где использовали итальянцы твердую мозговую оболочку когда-то давным-давно. Дело в том, что раньше консервация этих материалов шла химическим путем. Их выдерживали в формалине либо в спиртоформалиновой смеси, который сам по себе вызывал побочные эффекты без твердой мозговой оболочки. Поэтому она была надолго забыта. Одна из причин, почему это делали – это наличие прионных инфекций. Возможно, вы знаете, это проходит на микробиологии, есть единственный учебник Покровского, такой розовый кирпич огромный, который все боялись. Вот в нём об этом написано. Продолжение следует... Продолжение следует...